Терн Мы сегодня приехали в одно местечко, где растет терн И где мы постоянно собираем А мы хотим сегодня посмотреть, есть ли он Вот такой лесок небольшой и поляна Пройдем через эту поляну и попадем на это место Я иду к зарослям терна А по дороге вот такой куст с кизилом Прекрасные ягоды Они поспевают в лесу немножко позже, чем у нас Вот и дошли до терна Но это маленькое деревце еще Сейчас мы пойдем в гущу и я покажу Один год был, это что-то вообще невероятное А вот и другое дерево тоже хорошо родило Такие красивые ягоды А вот так происходит сбор урожая Ироклис попробовал, говорит, кислый Ветки усыпаны Но не так, как было пару лет назад А потом к нам пришла идея Мы начали резать палки и собирать уже с палок То есть с веток Идея, конечно, не очень умная, говорит Ироклис Но зато нам удобно А их здесь так много, что всем хватит Перешли на другое место Где растут мелкие, такие невысокие деревья И здесь их тоже достаточно много веток Но в поле досягаемости, поэтому ветки резать не будем Пусть живут Здесь в перемешку с шиповником это все Вот сколько на ветке Я показывала в одном сюжете низкорослые деревья терна И говорила, мы их не будем резать А вот эта куча срезанных веток с терном Подтверждает то, что нельзя верить словам Все-таки нарезали Сегодня мы приехали в другое место в поисках терна И он здесь есть Едва отыскали полянку с терном У нас было столько много мест А пошли, смотрим, одна поляна Ни одной ягоды Все кусты засохли как-то Покрылись плесенью Вот нашли не такую небольшую полянку Начали собирать Но никакого энтузиазма нет Потому что он мелкий Вообще Все не то, как мы привыкли Правильно я говорю? Правильно Неурожайный год Вот добрались до терна сегодня Несколько мест обходили И никак не могли найти А это вот в глубине Это первый раз мы вот такую поляночку нашли И принялись собирать Но все равно он какой-то мелкий И нету того богатства, которое было раньше Которое мы собирали Крупный, много А этот так Я должна сказать Терн легче собирать, чем шиповник Шиповник мелкий Такие колючки Прям раздирают до крови А у этого большие Можно как-то спастись Но все равно получаешь от него Природа не хочет просто так Что-то отдавать Нужно обязательно Или тебя уколоть Или вообще ничего не дать Нагадить Да Вот так Вот такая у нас природа Ну что поделаешь Все равно умудряемся собрать что-то Привезем, кому-то дадим Сами попользуемся Вот такие у нас мысли При сборе Сегодня с утра пошли за грибами Иераклиз вот таких насобирал Это пердокомандора называется Я не знаю, как по-гречески Но здесь они имеют название такое И завтра я постараюсь С них сделать гемиста То есть начинить их Вот завтра покажем процесс Этого действия Всякий раз, когда я бываю на кухне Или готовлю Из окна у нас открывается Вот такой пейзаж Но только меняются времена года Вот сейчас у нас осень глубокая И так выглядит природа Планшетник меня постоянно сопровождает В том числе и при готовлении пищи Таким образом я чищу грибы Потом я их помою И они будут готовы к наполнению фаршем Они у нас разного плана В разной величине вернее Но это не играет особой роли при готов Вот такой грибочек маленький Тоже попробуем его начинить А в основном Вот такие большие Вот покажи здесь Вот это уже приготовленные для мытья Я собрала на этот отрезок стола На этот кусочек стола Всё, что нам пригодится сегодня для гемиста Я говорила, гемиста это обозначает наполненные Вот здесь помытые и приготовленные для начинки грибы Это грибы пердокомандера По-русски это кеглики Они помыты и приготовлены уже для начинки Рядом картошка Сверху это у нас томат Это айва Немножко перцев зелёных Болгарских Потому что подумала, что не хватит грибов Ну и начинка Это мясной фарш Со специями и с рисом Вот такие ингредиенты Вот сейчас я беру Большие грибочки И наполняю их Вот таким образом Вот второй пошёл Потому что с мелкими мне не очень хочется Возиться Так, сейчас буду смотреть Какие тут ещё по более-менее Больших размеров Вот какой красивенький Так, я чувствую, что здесь Мне не придётся Начинять перцы Ну хотя посмотрим Нет, а здесь маленькая дырочка Это оставим напоследок Вот таким образом Мы наполняем Наш топсик Вот ещё наполню этот грибочек И наверное всё-таки сделаю Сделаю несколько перцев А теперь начинаю наполнять перцы И скорее всего сделаю половину перцев Половину грибов Вот ещё один перчик Перцы, конечно Разнокалиберные такие У нас получаются Но это с нашего огорода Это и так уже остатки перца Поэтому не приходится тут Особенно капризничать Какие есть, такие и есть Вот ещё какой-то кривенький перчик попался Ну, пусть идёт В противень Там мы разберёмся Кривой я съем Тогда я тебе всё кривое подготовлю А это маленький Деточка какая-то маленькая Недоразвитый маленький перчик Ну, ладно Это уже последнее Пойдёшь в духовку Заканчиваю перцы А то место, которое было у нас с грибами Пойдёт опять же под грибы И ещё пару грибочков И будет наш противень заполнен Вот заполнили противень Вот этими грибами и перцами И на противне есть такие маленькие пространства Которые я буду заполнять частично картошкой Я продолжаю заполнять Вот эти маленькие дырочки противня Картошкой Сейчас я эту всю картошку взроссую А потом начну заполнять айвой Я сделала только одну айву Ну, не хочется много сюда толкать ничего И так это много Этот противень для нас много Но мы делимся, конечно, ещё с Танасом Вот теперь буду ещё заталкивать айву Посмотрим, как оно у нас получится Какой вкус айвы и грибов Это мы, так сказать, наше ноу-хау А может быть, это и делают Но мы такого ещё не встречали Таким образом Я наполняю этот противень А дальше я покажу Всё это заполняется Все эти дырочки мы заполним Вот так В общем, весьма произвольно заполняем Как Бог на душу положит Противень у нас полностью заполнен Теперь я буду поливать сверху Приготовленным вот таким соусом Здесь все специи Соль, сахар тоже Потому что помидоры немножко кислые И вот таким образом я покрываю это Но, наверное, я ещё добавлю Не то, что наверное Я ещё добавлю, конечно, водички Потому что это мало Для такого топси мало Налила сюда соуса И сейчас буду лить масло Немножко сверху покрою маслом Это масло оливковое И будем ставить в духовку На час-полтора Вот такой у нас противень получился Такой натюрморт с грибами Перцем Тыквой Ой, не тыквой, а как? Айвой Сайвой И картошкой Вот встряхиваю немножко Чтобы уселось хорошенько И пойдёт В духовку Прошёл час С несколькими минутами И я вынула нашу еду Из духовки Вот так она выглядит Ну а как на вкус Мы будем уже Пробовать в обед